Итак, друзья, подписчики и гости моего канала, я всех приветствую. На самом деле не прошло и часа, как я запилил обзор на диффузор. Сейчас он, кстати, у меня работает до сих пор. И следующую посылочку можно, в принципе, уже обзирать, распаковывать. Вот. Данная посылка у нас это мышь. Мышь номер 2. Вот сейчас на своих экранах можете видеть, да? Я как раз ее также подписал. Мышь Азор, да, и скобочек 2. 2 это значит то, что мне продавец выслал вторую мышь бесплатно. Вот, сейчас я объясню. Доставка, получается, приехала ко мне, вот, точнее, доставка была за 23 дня. Вот, это, в принципе, такой, ну, средний срок, на самом деле, да? Вот, с этим все понятно, как бы, это все как обычно. Так, что дальше? Теперь поговорим насчет как раз-таки высылки, да, второй мыши, из-за чего это все произошло. Дело в том, что не в самом обзоре про вот эту вот мышь, да, у меня был обзор, когда ко мне приехала вот эта мышь Азор, да? Вот, я уже после этого обзора, да, когда начал тестировать ее, более конкретно заметил, что левая кнопка мыши имеет некий зазор, который немножко бесит, честно говоря. То есть, вы нажимаете, да, и как раз-таки есть небольшой, был небольшой промежуток между клавишей, да, и самой кнопкой мыши. Вот, это немножко бесило, я ее в итоге разобрал, эту мышь. Вот, как раз-таки доказываю то, что я ее вскрывал. Вот, я здесь залил клеем эти места внутри, там есть белая такая рама, да, и все. И кнопка у меня начала работать абсолютно нормально, то есть, срабатывание стало моментальное, то есть, такие, знаете, такие типы мышей, да, компьютерных, они, ну, бесшумные, да, клавиши, которые имеют. У них очень такая, знаете, быстрая реакция на клик составляет, да. И если как раз-таки нету такого быстрого срабатывания, да, клавиши, то это начинает очень сильно бесить. То есть, особенно, если одна кнопка работает нормально, а другая нет. Вот, сейчас вы можете видеть переписку, да, это, точнее, это переписка уже, как сказать, уже завершающий этап нашей переписки. То есть, как раз-таки тут Макс, я не знаю, это девушка или парень, потому что имя подходит как и девушке, так и парню, Макс. Вот, короче говоря, то, что он или она высылает мне новую мышь, да, можете видеть. Вот, и также будет трек-номер содержаться вместе с этой мышкой, короче говоря. Да, я сегодня туплю, ну, после болезни. Поэтому и речь такая дебильная. Так, вот, короче, потом спрашивают у меня о контакте, и это уже не по делу, короче говоря, все. Вот, так что давайте вскроем мышь номер два. Все той же, короче, компании Азор. Вот, я думаю, все такого же цвета, да, только работоспособное полностью, да. Ну, на самом деле, да, все могло закончиться тем, что Макс мне мог или могла вернуть просто часть денег, да, за не совсем исправную мышь, да. Вот, ну, китаец, короче говоря, будем просто китаец называть, да, решил сделать так, что просто вот вышлюкая, короче, новую мышь и все. Не буду заморачиваться с этими возвратами там каких-либо частей денег и так далее. Вот, теперь у меня, короче, вторая мышь, блядь. Ой, капец. Вот, все тот же проводок. Капец, ребята, просто мне немножко смешно, да, просто видите, у меня теперь две мыши, блядь. Вот, теперь мне нужно будет одну из них продавать. Потому что, ну, нахрена мне две мыши? Так, что тут у нас по весу? По весу она, ну, тут больше, потому что вот она вот тут, содержит вот такую вот USB-шку, да. Как это называется, опять забыл. Короче, USB этот проводник, да, для связи с мышь, чтобы она работала, в общем. Вот, в общем, забыл, как называется, честно говоря. Вот. Кстати говоря, можете заметить, да, моя первая мышка, она у меня какого-то более яркого цвета. Честно говоря, да? Это более темного цвета. Странно, у них, как бы, у них каждая мышь идет с разным цветом, оттенком цветов или как вообще. Вот. Ну, оттенок, цвет, это, как бы, ладно, ничего страшного. Так, знаете, что мне интересно сразу проверить? Так, вот моя мышь, да? Нажимает, все срабатывает. Слушайте, ну, сейчас я, конечно, ее подключу, проверю, да? Но, мне кажется, она будет работать прямо отчетливо. Потому что сами клавиши, да, вот когда я сейчас нажимаю, они срабатывают сразу прям, прямо моментально. Ну, эти все такие же клавиши, на самом деле. В общем, ребят, имейте в виду, да, одну из мышек, да, я буду продавать. Разумеется, слушаю, ну, две мышки мне никуда. Вот, сейчас я, короче, проверю сразу, да, на работоспособность. Так, ну, сейчас вы, короче, можете видеть, да? Вот так у нас все срабатывает, да? Сейчас я перемещу что-нибудь сюда вот. Вот, допустим, срабатывает, да? На самом деле все моментально работает. Вот, это очень круто, на самом деле, то, что как раз-таки мне выслали мышь, которая работает сразу. Ну, что ж. Все срабатывает, да? Я очень рад, что продавец, скажем так, исправился, да? То есть, он не стал отправлять какую-то денежную компенсацию, да? То есть, там, половина стоимости, либо полную стоимость, да? Из-за того, что не работала кнопка, да? Вот, который я, кстати, починил, как я уже сказал, да? Уже, наверное, в пятый раз говорю об этом. Вот, собственно, все работает, поэтому эта мышь пойдет на продажу. Она, да, она немножко такого темно-красного цвета. Это более яркого красного цвета. Вот, также, если честно, да, не знаю, кажется мне или нет, но вот эта новая мышь, которая приехала, она либо чуть-чуть потяжелее, да, либо такого же веса. То есть, возможно, опять же, у меня что-то с организмом не то, поэтому я могу немножко приврать. Вот. Так что, я рад за китайца. Молодец. Могет. Исправился. Сейчас я, кстати, ее как раз еще проверю. Кабель. Вот. Мне интересно, как кабель себе еще поведет. Ну, заодно как раз-таки мышку испробую, как она заряжаться будет, не будет. Вот, как мы видим, мышка загорелась. Видите, горит постоянно синим цветом. Вот. Да, все работает. Все замечательно. Ну, что ж. Я прям хвалю продавца. То есть, он свой косяк исправил. Еще раз повторюсь. Так что, все сами видели, да. Товар приехал за 23 дня. Нормальный срок. Средненький и обычный. Вот. Теперь у меня обе мышки, обе рабочие. Вот. Какую-то из них я буду продавать. Как бы. Мне на самом деле без разницы. Они обе рабочие. Поэтому внешний вид, как видите, одинаковый. Поэтому вообще без разницы абсолютно. Мне как-то все равно. Да, конечно, я немножко потестирую эту новую мышь, да. Чтобы, дабы не продать в будущем бракованную мышь вот эту, да. Ну, я не хочу ничего плохого не сказать сейчас, да. То, что она пока что работает. И я думаю, будет работать в дальнейшем, продолжать. Вот. Блин, так выглядит. Прикольно, конечно. Обе бы, конечно, оставил, да. Оно зачем? Как бы на запас. Ну, как-то не знаю. Зачем на запас. Вот. Кстати, на запас у меня пока что еще есть. Моя прошлая мышка проводная еще пока не умерла. Я думаю, пока будет еще работать. Вдруг понадобится еще куда-нибудь. Кому-нибудь. Там, не знаю. Ну, или просто на запас оставить пока что. Вот. Так что, если у кого-то будут вопросы, да. Пишите в комментариях. Задавайте всяческие вопросы. Не знаю, какие, короче говоря. Что-нибудь пишите. Ставьте лайки, да. И спасибо за просмотр. И всем пока.